Холл, холл, я подъеду на ноге. Понять, что они говорят, могут только фанаты киберспорта. Полумрак, яркая подсветка компьютера и легкая напряженность. Первый компьютерный турнир среди школьников собрал 16 барнаульских команд, а это почти 100 человек. Мы специально дошли спать пораньше, чтобы выспаться все вместе. И типа, если не пришли, побеждать. Очень сильно повезло, что пригласили. И так случилось, что собрали людей, собрали организацию, сделали вообще приз. И так много, все хорошо подготовили, чтобы вот этого состоялось, как минимум, организации, помощники. Много чего пришлось сделать, чтобы такого вообще было. Трансляция игры в прямом эфире в социальных сетях. Профессиональный комментатор и интрига до самого конца. В конце октября в Государственной Думе состоялось заседание межфункционной группы «Компьютерный спорт», посвященное практикам внедрения киберспорта в современной школе. Наш Кванториум, Кванториум-22 и его директор Сергей Анатольевич, не откладывая в долгий ящик, инициировал проведение этого турнира для того, чтобы посмотреть интерес и мотивацию школьников. Вот я считаю, что у него появились аргументы, которыми можно обосновать внедрение вот такой дисциплины, такого курса для развития этого направления. В 2016 году киберспорт признали официальным видом спорта в России. Внимание к нему растет, а технопарки, по всей стране их 180, уже сегодня на федеральном уровне рассматривают как идеальную площадку для развития киберспорта. Ну наша задача завести киберспорт на Алтай, и для школьников мы проводим первый турнир по киберспорту, по всем правилам киберлиги, и может быть когда-нибудь войдет в олимпийскую программу. Нынешние дети, у них вот эти нейронные связи формируются совершенно иным путем, и не исключено, что в этом им помогает компьютер. Ну а первый школьный турнир «Барнаульский технопарк» планируют сделать традиционным. Оттачивать игровые навыки ребята смогут здесь же. С нового учебного года в программе Кванториума киберспорт появится как отдельная дисциплина. Сейчас это перспективное направление, оно востребовано, как робототехника и IT-разработки. Кибертурниры требуют больших вложений, нужно помещение, дорогостоящее оборудование и скоростной интернет. В Барнаульском технопарке все это есть. Не было средств на призовой фонд. Его обеспечил депутат Государственной думы Александр Прокопьев, который активно поддерживает киберспорт. Здесь чувствуется дух прогресса. И я думаю, что будущее, с учетом того, как оно движется в технологии, в частности в цифровые технологии, будущее безусловно за этими ребятами. В «Контрстрайк» точнее всех оказались ребята из Алтайского педагогического лицея-интерната. В дисциплине «Дота-2» победили спортсмены Кванториума. Обе команды от фонда Александра Прокопьева получили сертификаты на 50 тысяч рублей. На выигранные деньги, говоря профессиональным языком, планируют апгрейдить компьютерную технику, чтобы достойные результаты показывать уже на Всероссийской школьной лиге по киберспорту. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком.